Сегодня люди все чаще употребляют в пищу продукты растительного происхождения. Недавно на прилавках магазинов появилось растительное молоко. Оно тут же стало популярным среди потребителей. Сегодня вместе разберемся, как выбрать растительное молоко. Молоком его в классическом понимании называть очень сложно, потому что это абсолютно разные продукты. Растительное молоко – это вытяжка из растений. Оно может быть рисовое, оно может быть овсяное, может быть вытяжка из орехов. Допустим, кокосовое молоко, миндальное молоко. Но, в принципе, это не молочный продукт, то есть там нет лактозы. Что хорошо, например, для людей, у которых есть непереносимость лактозы. Но это достаточно маленький процент людей. При выборе растительного молока необходимо обратить внимание на упаковку. Лучше всего молоко сохраняется в стеклянных бутылках или железных банках. В то же время стоит помнить, срок годности в упаковке «Тетропак» будет около года, а в стеклянной или железной таре – до одного месяца. Если вы хотите приобрести именно хорошее, качественное растительное молоко, то, опять-таки, в его составе должно быть только растение, вытяжка из растения и вода. Это будет прям натуральное, натуральное растительное молоко. Если вы видите в составе сахар, консерванты, ароматизаторы, какие-то там дополнительные вещества, то это не молоко. Ни растительное, ни молочное – это вот какая-то, скажем, такая субстанция с определенным вкусом того или иного продукта. Перед покупкой обратите внимание, из какого продукта сделано молоко. Орехи, соя, арахис и овес могут вызвать аллергическую реакцию. Внимательно читайте состав на упаковке. Зачастую употребление растительного молока – это больше такое модно, красиво, интересно. Это чем-то такое отличительное от всех. Но растительное молоко нравится далеко не всем. Оно может вызывать неприятные ощущения в желудочно-кишечном тракте, так как такое большое количество именно вытяжки из растений не каждое пищеварение осилит. Поэтому, опять-таки, его нужно вводить по чуть-чуть, понемножку. Но и не поддаваться модному веянию, все-таки понимать, для чего лично вам это. Покупателям также стоит избегать в составе соли, подсолнечного масла и консервантов. Не лишним будет наличие на упаковке молока сертификата «Био» или «Органик». Теперь вы знаете, как выбрать растительное молоко. Приятных вам покупок и будьте здоровы!